приветствую вас дорогие друзья на канале михалыч топе game сегодня на аккаунте пухалыча мы откроем ящики после обновления давайте зачекаем посмотрим насколько эти ящики будут интересны начнем с дискеты активации но остальное конечно же немножечко попозже я хотел сказать о том что можно так сказать поддерживает канал лайк подписка комментарии это очень важно спасибо вам за то что вы поддерживаете канал за то что вы лайкайте комментируйте естественно подписывайтесь мы выдвигаемся можно так сказать самый ну не то что самое сложное что может быть добывать эти штукенции достаточно сложно а вот лутать их достаточно приятно я хотел также обратить внимание на вот этот вот терминал с пальцем как только он появился стает неизменным до сих пор единство что меняется модуль на блоки который выпадает и всегда открывая его я хоть немного но все-таки хочу увидеть какие-то изменения светящийся мушка удобный магазин либо по моему лазер хотя светящийся мушка либо удобный магазин и вот такой вот достаточно интересный лот я пока его оставлю прямо тут но мы пойдем дальше вот эти вот ящики три штучки которые просто заслужили свое право носить самыми часто открываем ящиками от новичками сам топовыми игроками потому что здесь и оружие и броня и все то что помогает нам развиться в игре в любое время я не думаю что кто-то забивает на бункер альфа тут есть и аптечечки и глокки и красивые конечно же красивые шмоточки еда которую можно постоянно пополнять отсюда но и как минимум военные шмотки шестеренки которые просто неотъемлемая часть сложнейше добываются крышки пускай очень мало но все-таки копятся но я не вижу никаких изменений но все-таки будем сейчас искать открывать тема открытия всех ящиков после обновления возвращается красный талон за красный талон и вот этот ящик красный я его почему-то так называем может дать броню спец войск черную броню которые покрепче этой брони у побольше может выпасть миниган c4 сейчас же у меня ничего такого даже шестеренка не выпало мне упало тут колесо два фильтра а здесь по чопперу практически ничего части двигателя двигателя и все вот такая вот меню зи м16 стрельбой по ногам кстати активный модуль ну и по мелочи всякого теперь ребят подвигаемся на глобальную карту ведь именно там у нас предстоит как минимум сейчас отправиться в полицейский участок активировать я еще не решил в инспекторские ибо конечно капитанские здесь еще не все модули фиолетовые есть поэтому наверное я буду инспекторские возможности лутать а дальше уже будем выбирать ребят потому что инспекторские карты не так уж и легко добываются несмотря на события которые у нас сейчас связаны с полицейским участком прилетев бункер альфа у ребят полицейский участок ты сразу же понимаешь что здесь придется попотеть выбить карточки этого мне просто дельце легкая это это нужно естественно потратить достаточно впечатляющее количество оружия брони и его самое главное времени за быстрое количество времени ты это не пройдешь поэтому я вам скажу что вот эти вот карточки инспектора добывается не один день и не очень просто а вот открывается они с особым удовольствием чека первое это тройной компенсатор очень очень неплохая тема именно этот компенсатор дает самую наибольшую стабильность стрельбы вашего фэнс кару очень очень крутым оружием становится я по время не буду забирать потом уже вне видео все по забираю себе домой тяжелый ствол картечь это именно есть картечь которые вам ставится на дробовик представьте себе что вас дробовик может раз в несколько секунд выстреливать массовым поражающим ударом кстати здесь вот такой приятный глок оружие не забываем о пластинах стальных не забываем о всяким приколом броня только спец войск куда же без нашего винчестера я конечно удивлен что здесь вообще фиолетовые модули на винчестер ставятся потому что они из винчестера ничего не делают винчестер остается тем же убогим оружием которым было и до этого так ну мини-узи и всякие глочки 16 все это нам пригодится дальше тяжелый ствол да ладно время тяжелого ствола пришло потому что я очень редко наблюдаю здесь тяжелый ствол это опять тоже картечь но у меня выпадал он очень редко немного раз сейчас выпал сразу дважды поэтому ребят забирайте шмотки пробуйте сейчас лутайте фиолетовые карты если есть у вас возможность подствольный гранатомет это гранатомет монтирован ваш любимый ака 47 прикольно залетаем следующий и тактический приклад да у меня есть такие все модули но тем не менее я очень рад что мне попадало такое потому что бывает просто но винчестер выпало и все так ручка компенсатор и зеленый лазер ваш м16 ваш м16 стреляет практически без промаха остается сейчас одно отправиться за дискеты с координатами и выдвинуться в лабораторию про мотель тоже можно слагать легенды дискеты с координатами возможность получить гарантомет есть именно здесь да у нас появился еще один ящик можно сказать не так уж давно если рассчитывать про все существование игры у нас есть возможность получить вот за такие вот по моему да за карточка б плюс используется сотрудниками лаборатории для получения доступа к хранилищу там тоже у нас есть шанс получить гарантомет но намного сложнее естественно это все выбить дискеты с координатами нам дает два стопроцентных заряда c4 оружие сейчас я скажу вам что один из самых плохих вариантов развития дискет с координатами прошел потому что у меня здесь только один блок и все жесть как она есть и оставляю также все за этим я буду ходить уже отдельно хочу побыстрее снять видос и конечно же выложить бред конечно здесь к этой получился но тем не менее сейчас мы отправляемся дальше в более интересные места легендарное место лаборатория добыть здесь карточки думаю что сложнее всего просто сложнее дольше ну и сливался здесь очень много раз лаборатории порту можно получить самый топовый лут по праву самого топового лута я думаю что отдаем ящиком за хард режимы лаборатории там да что ты будешь делать нечаянно вылетел блин просто пошевелился персонаж вылетел хотя не сразу он хотел вылетать ладно мы подождем мы не гордые залетаем порт у меня все эти карточки есть поверьте достались они очень тяжело осталось у них еще там по штук очень приятно то что каждый раз когда ты проходишь лабу тебе остается немного больше карточек чем нужно для открытия ящиков это большущий плюс очень большущий потому что там четыре раза прошел пятый раз ты уже открываешь сто процентов вот эти вот ящики еще раз без прохождения ладно шоколадно заглядываем внутрь и убеждаемся что эти ящики самые крутые да есть уникальный лут есть там типа и миротворцы которые прямо сами говорят за себя что мы самое крутое оружие урон 30 тот же глок увы модули не ставится но я думаю что об этом не за горами модули поставится и на это оружие еще один миротворец у меня тут и защитник приятный эти эти ящики уже буду с половины забирать тут уже мины красивые падают наши симпатичные обратите внимание на количество крышек которые предлагают эти ящики поэтому я думаю что тут даже можно самому увидеть что очень неплохой лут и то что здесь выпадает я думаю что заслужит внимание за хард режим первый же ящик дает два огнестрела модульных два оружия гонезисных прикольно очень симпатично я вам скажу 150 крышек ни один ящик игры не дает уникальный в своем роде боевой антирад шлем короче боевая тирад броня которая выглядит очень сурово и явно нас чему-то готовит то что здесь есть антирадин и тут то что здесь есть таблетки от радиации это означает что в скором будущем нам придется опускаться в радиационные зоны лаборатории используя антирады шлемы все остальное точно так же как в бункере браво это круто дальше вот здесь можно получить гранатомет о том что я говорил гранатомет получается и ребят я вам скажу только одно этот ящик самый крутой из за того что здесь падает кевларовая броня больше ни в одном месте не падает здесь падает с большим вероятностью ультиматумы но только нужно у евы или явы и у евы все-таки уровень подкачать шестеренки те о которых мы ввели разговор на стримах и не только здесь падают шестеренки очень хороший лут очень неплохой лут шестеренки падают здесь тоже и я думаю что этот лут заслуживает на самую высокую оценку и похвалу я также хотел пойти в мотель какой мотель на ферму но ребят ферму как-то лениво там не особо такой лут и красивый да и вижу что лут если честно не особо изменен если в таких местах не изменили я не думаю что на ферме кто-то его менял поэтому вам огромное спасибо за то что вы заглянули в на ролик вам огромное спасибо за то что вы поставили лайк и от души благодарен за ваш комментарий пока пока